Латте из пшеницы. Здесь нет кофе, но на вкус это просто как кофе, как латте. Очень необычно. Вот такие горы везде большие на Тайване, но не всегда их хорошо видно, конечно, из-за смога, из-за плохой погоды, но в ясные дни горы очень отчетливо видно, и это красиво. В каждом городе на Тайване видно горы, потому что Тайвань маленькая, и горы занимают большую часть Тайваня. Вот мы и приехали в Тайпэй, сейчас будем смотреть, на какое метро нам идти, и поедем. Тут тоже суши, суши прям в метро. Такое метро тут, конечно, гораздо больше, чем у нас в Гаошюне. Похоже на шанхайское метро, кстати, такое же широкое. Нам нужно вот сюда, вот, когда едем им. Стоим, и я говорю, а где же Тайвань? Тайвэй и Линггии. И потом поднимаю голову. Вот он. Но мы сначала идем по делам, а потом уже вот идем туда. Вот такой Тайвэй красивый. Нам нужно перейти дорогу. Вот мы сейчас идем, я даже не могу заснять, не попадает в кадр. Сто один этаж там, Тайвэй сто один. Мы внутри идем покупать билеты на обзорную площадку. И вот так вот выглядит внутри Тайвэй сто один. Знаменитые бренды. Пуэй Ветон, Бербери. Просто следуем за толпой китайских туристов. Посмотрим, на какое время мы можем купить билеты. Вот есть на 11, сейчас 10.45. Вот такие вот билеты на одного человека стоят 600 Тайвэйнских долларов. Это где-то 1200 рублей. Подняться на осмотровую площадку. Это самый быстрый лифт в мире. Едет со скоростью 60 км в час, что составляет 1000 метров в минуту. В здании два скоростных лифта и каждый стоит около 2 миллионов долларов. Дух захватывает, какой вид открывается. Тут, кстати, на русском тоже написано обсервация. Мы узнали, наконец-то, на каком этаже мы находимся. Мы сейчас на 89 этаже. И людей на самом деле не так много. Приходят новые группы туристов, потом они уходят на другие этажи. То есть, по сути, можно спокойно пофотографироваться на фоне видов и не стоять в очередях из-за людей. Так что это нормально. И вы пришли в будний день. Если будете приходить в будний день, то на входе тоже нет очередей. Спокойно покупайте билет и проходите. Вот здесь сувенирный магазин внутри. Давайте посмотрим, что тут. Статуэтки. Здесь вот такие маркеры в форме здания. Это карточки на метро, пополняемые. 3D-магаки. Вот так выглядят. Необычно. Вот такие открыточки тут красивые. Ну и традиционные брелки. Может, я куплю себе. И магнитики. Это брелки со знаками зодиака. Это водолей, это я. Только розовенький. Вот, например, овен. Вот я только что закупилась. На 1500 тайваньских долларов. Это где-то 3000. И нам дали еще вот такие вот бесплатные купоны на попкорн. Дали два. Вот, пойдем получать попкорн. А потом я вам покажу, что я купила. И вот вид уже с открытой смотровой площадки без стекол. Но выглядит довольно странно, потому что всего вот такая небольшая огороженная территория. Такой забор. И никуда пройти туда нельзя. Это все. Красота какая. Шар весом в 730 тонн находится между 87 и 88 этажами. Он предотвращает вибрации и защищает от падения здания во время землетрясений. Вот я уже дома показываю, что я купила. В магазине сувениров купила два вот таких больших магнита. Один для мамы, другой скорее всего для себя. Потом купила брелки друзьям. Вот они такие. Купила два одинаковых белых и один розовый. Также купила себе вот такую вот открытку на память. Блестящую. Еще вот такой брелок кому-нибудь достанется красивый. И в подарок мне дали вот такие вот закладки. С тайбэм 101. Две. Две. Субтитры сделал DimaTorzok